всем привет сегодня стираем одеяло из верблюжьей шерсти и так я замочила на ночь в порошке в прохладной воде шерстяное одеяло категорически нельзя стирать не сильно теплой не в горячей воде будет плохой запах шерсти от этого потом не избавиться надо будет перестирывать потом слила воду и вот набрали мы второй раз моим помощником и теперь споласкиваем порошок почему мы топчем ногой одеяло при замачивании становится очень тяжелым вручную его постирать нереально переворачивать очень сложно поэтому именно под тяжестью ног можно вот хорошенько отстирать чтобы через материал вода просочилась и вся грязь ушла никакими ополаскивателями я не пользуюсь потому что от него 6 слепляется и получаются комочки потом очень сложно будет это все стряхнуть то есть просто порошок и прохладная вода в общем вода у нас будет чистая меняли мы наверно раз 6 теперь нам надо слить эту воду и поставить чтобы стекла вся лишняя вода садила все сливаем последний раз оставлю сюда чтобы стекла вода я еще постараюсь поставить на отжим стиралку если у вас стиралка не позволяет если она маленькая дело тяжелая оставьте только чтобы стекла вода и просто повесьте на балкон большая часть воды на стекла теперь постараюсь ее засунуть стиралку на отжим у меня стиралка 9 5 килограммовая поэтому позволяет главное не сломать ее включаем отжим все итак стиралка отжала все что смогла достаем все теперь нам надо повесить на балкон повесила я на балкон на сушилку после отжима она стала полегче поэтому сушилка выдержит здесь у меня два верблюда принесла заколочки закреплю вот так вот на всякий случай в общем оставляем сохнуть периодически переворачиваем в общем одеяло наше высохло сушила я два дня получается вчера ночью я забрала домой потому что это не бой балкон а балкон со стороны парадной как понять оно высохло или нет в принципе у меня уже вчера она высохла я просто на всякий случай второй день поставила вот у меня здесь маленькое отверстие по нему видно что она вся уже сухая если не видно нужно на ощупь если образовались какие-то комочки можно сделать вот такие движения вот так вот разъединить распушить ну у меня их нет у меня все нормально что делаем дальше надо хорошенечко встряхнуть если есть сушильная машина вот я сейчас включу сушилку на просто тщательно очищение там холодным воздухом не надо его сушить в горячем воздухе тогда будет запах шерсти у меня уже такое было с одеялом и получилось но неприятный запах пришлось заново стирать поэтому если нет сушильной машины лучше хорошенечко встряхнуть чтобы она распушилась немножко я вот положу сушилку вот так вот и включу на тщательное очищение там холодный воздух поэтому здесь приблизительно 15 минут просто что он распушился если нет сушильной машины то вручную встряхнуть хорошенько вот так вот выглядит наше чистое одеяло распушилась высохла чистая можно сложить уже на зиму теперь буду стирать синтепоновое одеяло точно таким же образом я уже его замочила но у меня все надеюсь вам понравилось всем пока пока